Урт Актерберг, шведский композитор, по первой своей профессии велончелист, и действительно им написан совершенно блистательный концерт для велончели, не менее интересная велончельная соната, яркий пример, как композитор может сохранять на протяжении 20 века, а он умер в 1974 году, то есть практически весь 20 век он видел и прожил, как композитор имеет возможность сохранять верность романтическим истокам и быть приверженцем вот тех самых течений, на которых он вырос. Он много раз писал в своих воспоминаниях, что именно Петр Ильич Яковский и вообще русская музыка, конечно же, грипп, оказали на меня наиболее сильное влияние. В зенит славы Курта Актерберга приходится на 1928 год, когда он выигрывает конкурс фирмы «Колумбия» на завершение так называемой неоконченной симфонии Шуберта. Праздновалось столетие симфонии Шуберта, вообще смерти Шуберта в 1928 году, и звукозаписывающая фирма «Колумбия» объявляет среди композиторов того времени вот этот конкурс. И Курт Актерберг блистательно его выигрывает, это его шестая симфония уже по счету, и надо сказать, что Актербергам написано 9 симфоний, ему не удалось преодолеть вот это знаменитое магическое число 9 в виде симфонизма мирового, который установил великий Ветхолен. В той или иной степени все композиторы на самом деле вокруг этого магического числа пишут свои симфонии, за небольшим исключением. И сейчас прозвучит сюита. Сюита из трех частей для солирующей скрипки и альта. Итак, Татьяна Авазова-Скрипка и Мария Островская-Альта. Татьяна Авазова-Скрипка и Мария Островская-Альта. Татьяна Авазова-Скрипка. Татьяна Авазова-Скрипка и Мария Островская-Альта. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дорогие друзья, план тракт в 10 минут